Подписан указ президента о дополнительных мерах по материальной поддержке, нуждающихся в социальной защите и помощи славев населения в период пандемии коронавируса. В первую очередь она касается всех, кто нуждается в помощи. Также материальное поощрение предусмотрено врачам, рискующим жизни ради здоровья людей. Повышен размер пенсий и социальных пособий. Кстати, что касается пособий, то значительно расширено число их получателей. Меры по поддержке во время пандемии уже названы беспрецедентными. Указ – это свидетельство глубокой заботы высшего руководства страны о нуждах народа. Эта помощь неоценима. Помимо повышения пенсий, речь идет о огромном количестве поддерживающих пособий для одиноких, для малообеспеченных, для тех, кто материально сейчас страдает от непростой ситуации. И вот эти все меры, безусловно, дают возможность многим людям, которые находятся в непростом материальном положении, улучшить свои жизненные и социальные условия. Указ касается и поддержки огромного количества врачебного контингента. Героизм наших врачей, которые на переднем крае обороны работают с исцелением самых тяжелых больных, рискуют жизнью, сами заражаются, сами порой уходят из жизни. Эта помощь неоценима. Наше правительство еще раз стоит поблагодарить за заботу, за поддержку, за те очень серьезные и нужные меры, которые оно осуществляет в непростой период пандемии, для того, чтобы наш народ как можно скорее и с наименьшими потерями вышел бы из этой непростой ситуации. Такая поддержка со стороны государства придаст большой стимул во время пандемии сотрудникам скорой помощи в выполнении большого объема нагрузки, также финансовая помощь и увеличение пенсии населению в условиях пандемии придает им материальную и душевную поддержку, что ведет к укреплению иммунитета, который является немаловажным фактором в борьбе с коронавирусной инфекцией. Любое общество, любая цивилизация, уровень их развития определяется не только экономикой или политикой, а тем, насколько в этом обществе заботятся о тех, кто не может позаботиться о себе сам. Социальная поддержка. Это важнейший элемент нашей с вами жизни. И вот сегодня в Уф-Никистане мы можем реально своими глазами видеть, что трудные, непростые для всего мира времена государство не оставляет с заботой своих граждан. Моей матери 85 лет. Она пенсионер, у нее хорошая пенсия, но вчера ее посетили коллеги по работе и вручили ей 1 миллион сумм. Это прекрасно, это, во-первых, приятно то, что о ней помнят. Все государства мира сейчас переживают очень непростой период и огромные расходы несут связанные с пандемией. Но, тем не менее, все-таки были изысканы средства. Причем особенно важно, эти средства не носят характер какой-то бумажной строки в документе. Все они адресные. То есть каждый человек, нуждающийся в помощи, вправе на эту помощь рассчитывать. Это касается и матерей с детьми, тех, кто потерял время на работу, тех, кто потерял кормильца. Большое количество людей, которые сейчас попали в очень сложную ситуацию. И махалинские комитеты составляют списки, где каждый человек, четко обозначена его проблема и то, каким способом эту проблему можно решить. С первых дней пандемии коронавируса вопрос социальной, материальной и психологической поддержки уязвимых слоев населения находится в центре внимания государства. То, что именно этот указ был подписан в преддверии нашего священного праздника, праздника Курбан-Хаид, говорит о том, что нашему народу всегда была присуща традиция заботы, милосердия и благотворительности. Понятно, что нуждающиеся слои населения в этот период испытывают материальные трудности. Очень многие семьи нуждающиеся в социальной поддержке благодаря этому указу главы государства получили в преддверии праздника ощутимую материальную поддержку.